Учителя, за каким самым глупым занятием вы заставали своих учеников? Ученик поднес ножницы очень близко к глазам. На мой вопрос, что он делает, он ответил, что хочет укоротить ресницы. Вот так, как будто это обычное занятие. Первоклассник, я молюсь о том, чтобы у него было светлое будущее и здоровые глаза. Один мой ученик пукал во время урока, чтобы привлечь внимание. Делал это по несколько раз за урок, пока однажды не напрягся так сильно, что обосрался. После этого перестал так делать. Один мой ученик, второклассник, постоянно вставал из-за парты и начинал бегать по классу. В конце концов, мне это надоело, и я сказала ему, чтобы он приклеил себя к стулу. К сожалению, он понял мои слова чересчур буквально. Возможно, в этом случае я проявила глупость. Я преподаю в колледже. На прошлой неделе одна студентка пыталась укусить другую, потому что та хотела ее сфотографировать. Я вышвырнула их из аудитории и сообщила об их поведении в деканат. Потому что студенты колледжа, они должны кричать, драться и кусаться на занятиях. К нашему кабинету примыкает уборная. Я поймал ученика на том, что он набирал в ладони воду из крана и переносил ее в мусорную урну. Мне пришлось до конца учебного дня закрыть уборную на замок. В тот же год ученик обделался в штаны и попытался смыть свои какахи в раковину. Я не знал о том, что произошло, пока другой ученик не сообщил мне, что вся раковина запачкана дерьмом. Все, кто мыл руки до него, почему-то они обращали на это внимание. В тот год этой уборной пришлось пережить много подобных инцидентов. Как-то раз во время урока у четвероклассников у кого-то зазвонил сотовый телефон. Это произошло около 10 лет назад, когда редко у какого школьника был свой телефон, не говоря уже о том, чтобы им звонили посреди урока. С тех пор, как я начала работать учительницей, это был первый такой случай. Я перестала объяснять урок и спросила, чей телефон звонит. Все отрицали вину и начали оглядываться, пытаясь понять, откуда исходит звук. Вдруг один полноватый мальчик понял, что телефон лежит в его кармане, встал и закричал. О нет! Я случайно надела штаны сестры! Она убьет меня! Однажды я отобрала записку, которую ученик и ученица передавали друг другу. Засунула в карман и продолжила урок. Я сразу забыла о ней, вспомнила позже, когда ощутила, что в моем кармане лежит что-то. Я прочитала записку, хотя обычно этого не делаю. Это были переговоры о цене отсоса. Он предлагал 10 долларов, а она просила 100. Он утверждал, что для нее это огромная честь и что это она должна заплатить ему, а не наоборот. К тому времени, когда я отобрала записку, цена опустилась до 97.50. Я так понимаю, 50 центов надбавка за вредность. Учитывая, что мне платили не так много, чтобы я разбиралась с такой херней, я отнесла записку завучу, чтобы она сама решила, что с ними делать. Я учился в небольшой частной начальной школе и до сих пор общаюсь со своими учителями. Поэтому теперь, когда я повзрослел, я иногда помогаю им с чем-нибудь. Оцифровать старые файлы, проверить контрольные, сделать уборку в кабинете. Помогаю на уроки, ремонтировать парты, в общем, с чем угодно. Раз в семестр ученикам задают проект, в ходе выполнения которого ученики изучают что-то или учатся делать что-то. Это делается для того, чтобы поддерживать в них интерес к учебному процессу. Например, если ребенок интересуется орлами, он может сделать доклад об орлах или нарисовать орла. Если ученика интересуют требушеты, он может сделать макет требушета. Многие ученики выбирают выпечку, потому что так они могут во время урока испечь что-либо и съесть. В общем, как-то раз я ремонтировал лабораторное оборудование в задней части кабинета, когда посмотрел на учеников. Я заметил, что одна девочка, которая выполняла проект, как-то связанный с готовкой, засунула руку в мешок с мукой, а потом засунула ее в свой рот. Странное поведение, но не дикое. Я списал на то, что им всем по 9 лет, а в таком возрасте дети часто совершают странные поступки. Только она проделала это несколько раз. Высыпала мешок муки прямо себе в рот, ела сырую муку. Потом она вытащила сэндвич из своей коробки для ланча, им разрешают есть в классе. Я подумал, что она проголодалась и наконец перестанет есть муку, но она обсыпала сэндвич мукой, облизала его, а потом убрала сэндвич. Когда я увидел это, моя крыша молча попрощалась со мной. Но затем она откуда-то достала воронку, засунула в рот узким концом и начала сыпать муку в широкий конец. Я решил в конце концов сообщить об этом учительнице, но она сказала мне, что ученица не нарушает никаких правил. Потому что она принесла муку из дома для выполнения своего проекта, хотя было непонятно, в чем была его суть. Кроме того, ученикам не запрещалось есть в классе. Соответственно, она не нарушала никаких правил и имела полное право пожевать немного сырой муки. Это был не единственный дикий случай, который я видел в школе, но было забавно видеть своими глазами такое. Она ела муку в течение 5-10 минут. Этот случай надолго вошел в историю моей школы. Одним прекрасным днем ученик принес в школу маленькие синие таблетки, которые его отец прятал у себя в шкафу. Эти малолетние обезьянки решили попробовать принять эти неизвестные им таблетки. Помню, что им было лет по 13-14. Думали, что так им будет веселее сидеть на уроках. Оказалось, что это была Виагра. Об этом случае рассказывали по федеральным каналам и писали везде, где можно. Я в течение года преподавал английский в небольшом китайском городе. Одному из моих учеников не разрешалось садиться за парту. Вообще никогда. Я вел уроки у этого класса, где было 60 учеников, раз в неделю, и он всегда стоял, пока все сидели за партами. Поначалу я не придавал этому значения, решив, что он просто такой странный. Но через пару недель я спросил у учеников, в чем дело. Оказалось, что его наказали таким образом за то, что он прогуливал уроки и посреди бела дня приставал к девушкам по вызову. Моя мама работает секретарем школы, в которой я когда-то училась. Пару месяцев назад она оформила отстранение от уроков безбашенному восьмикласснику за то, что он делал в школе татуировки другим ученикам. Он брал по 40 долларов за татуху. Делал ее в кабинке туалета для инвалидов. Ему все сходило с рук, пока его однажды не поймали с самодельной тату-машинкой. У одного из моих учеников были проблемы с восприятием информации, и он обожал играть с бумагой. Особенно с крошечными кусочками бумаги. Это раздражало меня, ведь он делал это, пока я пыталась вести урок. Но это помогало ему успокоить нервы, поэтому обычно я его игнорировала. Однажды он забыл сдать на мой стол работу, которую я им задала, поэтому я сама подошла к нему, чтобы забрать ее. Там было столько бумаги, тысячи кусочков были рассыпаны по всему столу. Должно быть, он собирал их на протяжении долгого времени. Я также заметила, что и соседний стол был завален бумагой. Только там были бумажные оригами в виде жучков. Их было не меньше сотни. Я заметила на столе коробку для оригами и взяла ее в руки. Внутри были настоящие мертвые жучки. Их было очень много. Видимо, он с начала года подбирал их с пола. Я поставила коробку на место и не сказала ему ничего, но на следующий день велела убрать все со стола. Он ревел, пока убирал бумаги, хотя я разрешила ему все сложить на соседний стол. А потом он укусил меня. Тот учебный год казался мне бесконечно долгим. Как-то раз я поймал ученика за тем, что он набивал попкорн в дисковод компьютера, за которым работал. Он так и не смог объяснить, почему он это делал. Один мой ученик шестого класса устроил настоящие похороны муравью. Не буду врать, я прослезилась. Я преподаю в средних классах. Одна девушка самоудовлетворялась на уроках каждый день, трогая себя через одежду. Она делала это, раскрыв рот и устремив взгляд в пустоту. Я игнорировала это месяц, но в конце концов не стерпела. Это бесило меня, и я боялась, что другие ученики заметят это и начнут над ней издеваться. Я вывела ее из класса и спросила, нет ли у нее какой-нибудь инфекции, и предложила сходить в медпункт. Она спросила, почему я так думаю, и я ответила, что это единственное разумное объяснение того, что она постоянно трет в одном месте. Она сказала, что у нее нет никакого зуда. Я велела ей прекратить делать это, потому что этому занятию обычно предаются наедине. И попросила предупредить меня, если ей все же нужно сходить в медпункт. После этого она перестала трогать себя руками. Вместо этого она догадалась начать тереться об угол стула. Я веду уроки у многих классов, в том числе у первого. У одного из первоклассников, назовем его Боб, потому что его на самом деле звали Боб, был странный фетиш, он был помешан на задницах. Это началось около месяца назад со шлепков по заду. Это не показалось мне чем-то странным, ведь многие дети любят шлепать других по заду. В этом нет ничего из ряда вон выходящего. Но вскоре он повысил ставки, начав хватать меня за зад, что намного неприятнее, чем мимолетное прикосновение к пятой точке. Мне стало очень не по себе, и я велела Бобу прекратить это. Хватать человека за зад очень грубо, но он пошел еще дальше. Он взял за привычку подходить ко мне сзади, хватать руками мой ремень и прикладывать голову лицом прямо к центру моей попы. Он хватался так сильно, что его рот оставался на моей попе несколько секунд, пока мне удавалось освободиться от него. Это особенно неприятно из-за того, что их класс приходит на мой урок после физкультуры, и он всегда потный. На прошлой неделе он придумал себе новое увлечение. Он выжидает, пока я поворачиваюсь к классу задом, подбегает, целует меня в попу и убегает обратно к своей парте. Небольшой чмок и все. Я несколько раз пыталась поговорить с ним по этому поводу, но это не давало никакого результата, потому что пока я твердила ему, Боб, мне неприятно, когда ты так делаешь, он лишь шептал, Ваш зад, я хочу гладить ваш зад. Таким голосом будто вот-вот заплачет. Он так делает и с другими учительницами. Мы не знаем, как это прекратить. Мои ученики, им по 16 лет, выполняли тест по математике, и я заметил, что те из них, что сидели у окна, постоянно смотрели в него. Когда я подошел к окну, они заметно занервничали. Я увидел, что они написали формулы на внутреннем дворе. Длина надписи составляла около 18 метров. Я не смог сдержать смех, позволил им завершить тест и не стал никого наказывать. Моя 40-летняя тетя учит в старших классах. Эта история произошла несколько лет назад. Она вела урок математики. Класс пришел к ней сразу после физкультуры, поэтому у многих были мокрые головы. Кабинет был пропитан запахом дезодоранта. Она дала им всем задание. Ученики разбились на группы и начали его выполнять. Но один парнишка на задней парте не присоединился ни к одной группе. Он сосредоточенно смотрел на свои штаны. Она подошла к нему и спросила, что с ним случилось. Затем она заметила, что он засунул руки в брюки и спросила, «Какого черта ты делаешь?» Он подпрыгнул от неожиданности, но вытащил руки из брюк. В одной из них был дезодорант. Оказалось, что он брызгал им на свой детородный орган, чтобы он приятно пахнул. Бедняги припоминали это до самого выпуска. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok